Итак, у нас сегодня очередная лекция по эстетике, 11-я лекция, посвященная опять тренду поп-арт. И в какой-то мере эта лекция заключительна. Только в традициях лучших медиафраншизы я решил последнюю главу запилить на две части. Первая часть, которая будет сегодня. И вторая часть, которая будет через неделю, то есть на следующей неделе у нас семинар, а потом будет заключительная часть. Я на самом деле запилил их не просто механически, я их разделил по смыслу. Сегодня мы посмотрим двух наиболее известных художников в стиле поп-арт в американской живописи, так называемых королей поп-арта. А в следующей лекции, которая и завершит наше рассмотрение этого направления, мы посмотрим художников, так скажем, малых художников этого стиля. Они, безусловно, тоже очень интересны. И несмотря на то, что они неизвестны настолько же широкой аудитории, как эти имена, тем не менее, очень многое сделали для развития поп-арта, а во-вторых, очень часто представляли идеи даже в более радикальной форме, чем это делали художники с мировым именем. И в самом конце я бы хотел показать в том числе и представителей поп-арта в России, в Советском Союзе России. У нас с ним немножко проблемно, чистого поп-арта не было, но поп-арт в духе Джаспера Джонса, который слитый с концептуализмом, такие художники у нас были и, более того, даже есть. Причем художники с мировым именем, не просто именем местного именем значения. Однако, переходим к теме все-таки сегодняшней лекции, и сегодня мы поговорим о творчестве двух наиболее известных масса художников этого тренда. Королях поп-арта, это термин немой, термин классический, искусствоведческий, который обычно применяется к творчеству Энди Орхалла, с которого мы и начнем. Под псевдонимом Энди Орхалл стал известен Андрей Варрола, ребенок из многодетной семьи иммигрантов, то есть беженцев из Словакии. Однако, несмотря на то, что его родители были словаки, он родился уже в Соединенных Штатах, в данном случае он художник исключительно американский. И дабы не портить себе карьеру, абсолютно не выговариваемым для англоязычной аудитории именем и фамилией, отсылающим к славянской культуре, он взял псевдоним Энди Орхалл. По годам жизни, как вы видите, он почти полностью совпадает с двумя деятелями искусства и философии, которые мы уже анализировали с вами. Это Мортон Фелдман, умер тоже в 87-м, а родился в 26-м, два года больше. И Мишель Фуко, тоже с 26-го в 81-м. Чтобы просто сориентировались, когда по времени живет и работает Орхалл. Вот как на фотосессиях позиционировал себя этот эксцентричный художник. Думаю, данный образ, безусловно, повлиял на братьев Бачевски при создании знаменитого «Блокбастера Матрица». Орхалл – фигура культовая, Орхалл – фигура, которая оказала сильное влияние на всю мировую эстетику, в принципе. И, заметьте, год его смерти не так далеко стоит от выхода в свет первой части этой франшизы «Блокбастера Матрица». Чуть больше десяти лет. А вот как Энди Орхалл выглядел на самом деле. И, как вы видите, между этими образами пролегает бездна. И именно в этой бездне и простирается деятельность живописцев об арта, то есть в отчуждении человека от самого себя. Сам человек, художник, становится брендом и уже не принадлежит более себе. Его образ творится по законам рынка. И что в нем остается от первоначального человека, остается заметки. Вот он, миф двадцатого века. Миф клонов, миф андроидов, копий. Это не мир фантастики, а мир, вполне окружающий нас в реальности. Мир, когда мы отчуждаемся от самих себя все более и более, до такой степени, что правомочным оказывается вопрос, а был ли мальчик? А была ли личность подлинника? Был ли этот уохал? Или был только такой? Или может быть такой? Есть и тот самый заветный оригинал. И судя по печальному лицу уставшего художника на этом фото, можно начать сомневаться в утверждении вообще самой возможности подлинника, личности подлинника. Ведь именно на уничтожение самой концепции подлинника во многом и было направлено творчество этого гениального мастера. Его мастерская называлась фабрикой, где произведения искусства производились по сути чуть ли не промышленными методами. С недавнего времени русскоязычному читателю доступны не только художественные произведения уохала, но и его тексты, что очень важно, что сильно корректирует его восприятие. Это, прежде всего, вышедшие два года назад дневники Энди Куахала. Это тексты, которые он писал не для печати, тексты, которые он писал лично для себя в последние 10-11 лет своей жизни. Там есть фотоматериал из окружения уохала. И вообще очень сильно меняется представление об этом художнике, которого большинство знает по вот таким маскам, которые он надевал для общественной жизни. И другая работа, другой текст уохала направлен непосредственно на аудиторию. То есть он мыслился для чтения. Это его книга. Она называется «Философия Энди Куахала. От А к Б и наоборот». Эта книжка очень-очень интересная. Во-первых, как вы видите, из года публикации она вышла только что. В 2016 год, меньше года назад, вышла. И несмотря на то, что книжка написана примерно 40 лет назад, тем не менее, читается она, как будто она написана сейчас и как будто она о нашей сравнительности. Понятно, что к нам реалии, которые были при Орхоле в США, дошли как раз примерно сейчас. Потому что до 1991 года мы были от них отрезаны. И в данном случае это поразительно глубокие и проницательные мысли художника, которые отнюдь не дают возможность считать его неким таким мастером, работающим просто на потребу толпы, или мастером масс-медиа, который хочет манипулировать желаниями аудитории. Однако я бы хотел сегодня немножко сломать стереотип восприятия Орхола. Орхола как певца консервных банок с супом Кэмпбелл, Орхола как певца Марлин Монро, или певца этих банок бутылок из-под Кока-Кола. Поэтому я выбрал работу, которую я считаю не просто важной в творчестве Орхола, но одним из наиболее гуманистичных циклов вообще в принципе в 20 веке. И удивительно, ее создал именно Энди Орхол, мастер эпатажной живописи. Этот цикл называется «Вымирающие виды». Он создан в 1983 году, то есть в последние 10 лет жизни автора, в конце уже жизни Орхола. Я не случайно решил показать этот цикл, потому что на этой неделе его привозят в Москву. Он будет экспонироваться в музее имени Дарвина, так что советую всем посетить и увидеть эти работы вживую, в подлиннике. Потому что такое бывает сильно не часто. А это все-таки одни из наиболее известных произведений Орхола. Цикл состоит из 10 шелкографий. Шелкография – это трафаретная печать. Орхол отобрал фотографии редких видов животных. И с помощью метода трафаретной печати эти фотографии были нанесены на плотную бумагу. А затем раскрашены живописцы. По этой причине цикл имеет еще одно название – это «Животные в глине». Орхол накладывает на бумагу краски через особые трафареты. Здесь видна техника печати. Краски очень яркие, насыщенные. «Вымирающий виды» стал одним из самых известных и самых дорогих живописцев. Главный Орхол. Настолько известным и настолько дорогим, что два года назад его похитили. Он был украден, но, к счастью, возвращен. Что мы видим на этих рисунках? Фотографическая точность реальных фото стирается в ярких, а главное не естественных и ненатуральных красках. В диком вычурных красках. Подлинные животные исчезают, уступая место мифу о них. Память достраивает то, что скользает из нее. И мы получаем уже нереальные образы настоящих живых существ, но лишь причудливые воспоминания о них. Но в данном случае одно из наиболее уязвимых животных – это носорог, который поставлен просто на порог выбирания. Драматизм этих картин и даже, я бы сказал, трагизм усугубляет то, что образы выдержаны в жанре портрета. Что намекает не только на исчезновение тех или иных видов животных, но на саму природу человеческого восприятия, как жизни, так и смерти и памяти. В данном случае Армутан выдержан в традиции классического европейского портрета. Однажды, во второй половине уже 20 века, французский философ, автор термина постмодерн, Жан-Франсуа Леотар, сказал следующее. Мы можем помнить лишь о том, что мы постоянно забываем. Единственная правдивая память – это память о том, что наши воспоминания стираются, что они с каждым днем влекнут и исчезают. Исчезают фрагмент за фрагментом. А наш мозг, дабы мы не ощущали этого, достраивает эти скользающие память. И она со временем начинает размываться, разрушаться. Причем может разрушаться в разном направлении. Она может романтизироваться, идеализироваться, как становятся приукрашенные воспоминания о детстве. Понятно, что детство не было столь радужным, как его многие помнят. Как, к примеру, эта красная, яркая, раскрашенная древесная лягушка. Это не настоящее. Это память. Они сильно приукрашены фантазией. Либо образ напротив, разрушаясь, может становиться безобразным. То есть, например, человек, поссорившийся с другим человеком или ушедший из коллектива, может полностью стереть все хорошее, что было в памяти. Память будет достраивать лишь то, насколько безобразны были эти люди или насколько плохой всегда был этот человек, с которым человек поссорился. Что не является достраивным. Это разрушение памяти. И, как вы видите, уахал обводит черты животных не точно. Тем самым демонстрируя смывание четких и правдоподобных граней, которые были на фотографии. Это уже не белоголовый орлан, но символ, знак. Помните, мы с вами говорили об Адриаре и Хамильтоне? И я вам рассказывал, что начиная со второй половины 20 века все становится лишь знаком самого себя означающего. Так вот, оно теряет свою экзистенцию, теряет свою жизнь. Вымирающие виды идеально демонстрируют эту идею. Эти животные действительно исчезают. И остается лишь память, которая постепенно их приукрашивает, постепенно их изменяет. Это уже не просто форта, это нечто иное, отличное от этих животных. Это не зебра грави, но знак зебры. Или это не бабочка, но знак бабочки. Такую бабочку можно наклеить в виде магнитика на холодильник. Или поместить в детскую комнату, или на тетрадку ребенка наклеить. Это не живое существо. Это знак, отсылающий к живому существу. Равно как это и не большая панда, а лишь воспоминания о почти полностью исчезнувшем виде животных. Не знаю, какова была ситуация с пандой в 83-м году, когда Орхол создает свои работы. Но на нынешний момент их осталось чуть больше 2000 особей. То есть их не осталось фактически вовсе. В современном мире знаком самоё себя становится вообще всё. Люди стремятся посмотреть те или иные произведения искусства не потому, что смогут отличить великое от невеликого, а потому что все вокруг говорят, что данное сочинение великое. Произведение. Что-то хорошее. Имя художника осмысляется как коммерческий бренд. В кинематографе, в литературе, в музыке, в живописи. К примеру, сочинения под брендом «Моцарт», даже если эти сочинения были написаны ещё менее чем в 10-летнем возрасте, могут успешно продаваться и успешно исполняться. В то время как шедевры композиторов не неизвестных современников того же самого Моцарта не привлекут широкого внимания у детали. Такие имена брендов, как «Леонардо», «Тициан», «Ван Гог» или «Ветти Челли» становятся популярны не потому, что их произведения производят сильное впечатление на публику, а просто потому, что их имена, как кажется аудитории, являются гарантом качества. Фигурально выражаясь, это картины с гарантией от производителя в 200, 300, 400, 500 лет. Сейчас трудно сказать, как произведение искусства мыслилось до 20-го века, так как оно всегда было товаром, это понятно. И оно всегда включалось в идеологическую систему окружающего общества, это тоже понятно. Но 20-й век добавил и нечто новое, особенное. Чем более шумным и известным становится то или иное произведение, тем мнение его на самом деле видит. Оно начинает закрываться от нас, от нашего непосредственного взгляда, штампами и трафаретами. То есть, сможете ли вы сейчас прочесть Толстого или Достоевского непосредственно? Это очень интересно. Это фактически не возможно. Он закрыт. Он закрыт штампами. И штамп величия – это такой же штамп. И он ничем не лучше, чем штамп безобразия. То есть, произведения искусства, как вы видите, закрываются от нас теми самыми трафаретами, через которые Орхол раскрашивает эти искусства, делаясь на фотокомпе. Это не быть течением. Это знак от течения. Это бренд от течения. Это такой же логотип, как логотип Форда или Макдональдса. И в данном случае, как и вымирающие виды животных, Орхол показывает, что искусство также вымирает. Оно уходит от нас навсегда. Оно уходит не в смысле исчезновения. Оно уходит в смысле его недоступности непосредственно взглядом. Сочинение. Произведение Орхола еще доступно. Произведение «Твотечель» уже нет. На нем вот такой вековой пласт этих трафаретов, с помощью которых мы только не можем посмотреть. Мы не можем его увидеть так, как его видели его современники. Когда они не могли сказать, хорошее это произведение или нет. Когда они вынуждены были совершить акт выбора. И сказать, да, мне это нравится, потому что. Если в живописи средних веков обращались преимущественно к жанру иконы, да, это был базовый жанр для средневековья, так как жизнь человека обращалась вокруг религиозной модели, религиозного контекста, и даже бытовой труд, ежедневный труд, который занимал большую часть жизни среднестатистического европейца средних веков, он все равно воспринимался как своего рода путь к Богу. Так вот, иконами же 20 века становятся даже не тело человека. Тело человека иконой было скорее в эпоху Ренессанса, в эпоху Отечея. А для 20 века иконами становятся половые органы. Это тоже власть. Становится еда, причем в которую активнейшим образом включен концепт бренда. И да, гамбург, или там Макдональдс, или еще что-то не речь. И, конечно же, деньги. Мы все исповедуем не то, что нам кажется. Мы любим не то, чего нам хотелось, а то, на что мы тратим большую часть своего времени. Просчитайте ваш среднестатистический день, или ваш среднестатистический выходной, или ваш свободный час. На что его потратить? Это и будет то, что вы на самом деле любите. Сколько минут в день обычный человек тратит на своих близких, а сколько на просмотр ТВ. Или сколько так называемые религиозные люди отводят к посещению храма и молитве, а сколько проводят в сети интернета. Я не буду обобщать, а я ставлю вопрос, а не даю ответ. Но очень часто оказывается так, что те, кого мы считаем самыми ценными в своей жизни и то, ради чего, как нам кажется, мы живем, получают в месяц едва ли 2-3 часа времени. А бывает и в год. Все мы бегаем с работы на работу, чтобы получить вот это самое, деньги. И чтобы потратить эти деньги на бренды. И не является ли в данном случае Богом, которого и рисует на иконах XX века долго? Денежная единица. А разве не становится символом, символ, знакомым? Что есть символ? Символ это многогранная составляющая. Символ XX веке тоже становится означающим самое себя. То есть знак. Сужается до границ знака. И в данном случае, если это икона, то это бренд. Это бренд конкретной конфессии. Римской католической церкви. И Орхол не делает различия между брендами. Все они лишь знаки, претендующие на наше время и наши силы, потраченные на них. Мы сами становимся либо носителями этих знаков-стегнотов, как фанаты, осознаваемые так или нет. Некоторые люди, например, не сознают, что большую часть своего времени тратит, допустим, интересное. Они это просто не звучит. А тот, кто тратит всю свою жизнь, не знаю, на зарабатывание денег, допустим, он вполне возможно это отдает себе, что он это делает. От этого эти люди не перестают быть фанатами этих богов, поклоняющихся той или иной векове и носителям знаков-стегнотов нового времени. Но если речь идет о великих людях, то великие могут стать самим знаком. Не носителям чужого знака, а самим знаком, но не человеком. Таким знаком становятся, безусловно, политические лидеры, знаками самого себя. Принадлежит ли он самому себе? Нет, не принадлежит. Человек, стоящий на вершине власти, на вершине власти страны, в которой проживало и проживает самое большое количество людей на планете. Является ли он воплощением власти? Воплощением, да, свободным? Нет. Им руководит власть. А власть это не человек. Является ли свободным популярный актер? Нет. Его облик полностью принадлежит другим. Для себя его не существует. И даже сами художники не являются самим собой. Это автопортрет молодого Энди Лохова. В данном случае то, с чего мы начали, фотография Энди Лохова, рассчитанная на широкие массы. И образ, глубокий образ погруженного в себя, трагический даже образ, вот эта фотография пожилого человека. Который очень далек от коммерции, от броскости, яркости. Который элементарно некрасив. И по этой некрасивости он самобыт. Потому что, естественно, что есть красота. Стандарты красоты задает культура и время каждой эпохи. То есть красивый и некрасивый, это значит уже чужой. Не мы. Это то, что принадлежит мне нам. О Энди Лохоле можно говорить на самом деле до бесконечности. Но так как у нас сегодня по плану два живописца, я позволю себе перейти ко второму из них. Тем более, что о Лохоле написано на русском достаточно много. Более того, изданы даже его сами работы. Но, чего нельзя сказать о Томме Весельмане. Однако, Весельман ничуть не менее крупная фигура. Тоже являющийся визитной карточкой американского по акту. Ну, если Энди Лохол был скорее моим современником, я его все-таки застал. А вы его навряд ли заставите. То тех, кто здесь не является современником Тома Весельмана, быть не может. Ибо им было бы 13 лет. Это художник, который являлся вашим современником. Который до последнего активно создавал свое произведение искусства. Весельман, так же как и Охол, наверное, является одним из наиболее узнаваемых художников стиля поп-арт. Наверное, я бы трех назвал Охол, Весельман и Лихтенштейн. Причем Охол этих, наверное, все-таки не менее узнаваем. Он узнаваем в определенных работах. Но есть работы совсем дробоводимые. Лихтенштейн и Весельман наиболее определенные по стилю. Не отличить их почти невозможно. В классическом искусстве до середины 20 века это считалось чуть ли не самой главной чертой у художника. Наличие стиля. Сейчас я бы словом стиль не стал раскидываться. Мне больше нравится слово манера. Потому что под стилем подразумевается всего так много, что уже, собственно, непонятно что. А манера письма это вполне конкретно. У Весельмана наиболее конкретная манера письма. Если вы знаете несколько его работ, то вы их гарантированно отличите и все остальные работы, что они принадлежат и не опознаетесь никогда. Более того, Весельман работает в том числе в такой технике, которую увидеть можно, пожалуй, только у него. Это лазерная резка металл. В данном случае можно даже поставить вопрос, а является ли это живописью или это уже скульптура. Но так как сам Весельман называл свои металлические произведения рисунками, то есть все основания все-таки относить их к искусству живописи. Это очень сложный и дорогостоящий процесс, который технически вообще стал возможен с 80-х годов. Однако мы будем последовательными и мы начнем с раннего Весельмана и посмотрим в хронологическом порядке. То есть начнем с тех работ, которые принесли в 60-е годы еще юному художнику, которому было чуть-чуть за 30 мировую известность. И начнем мы с автомобильных пейзажей. Это 60-е годы. Известны обычно две работы. Вот лазерная резка по металлу, как выглядит. Видите, он держит рукой, это металл, это не нарисование. Это покрытый краском вырезанный металл. А вот пейзаж. Пейзаж номер 4 65-го года и самый известный пейзаж номер 2 64-го года, на котором мы подробно остановимся. Думаю, ни для кого не секрет, что автомобиль никогда не был только средством передвижения. Автомобиль это и статус, и своего рода микромир, которым можно управлять. Своего рода применение власть, категория власти. Это и капсула для бегства от внешней реальности, это иллюзия защищенности от мира. И продление территории своего дома вовне. Такая, все равно это щупальца, вытягивающаяся из дома человека. И много чего еще назад. В мистике автомобиля обращался даже такой идеолог постмодерна, такой известный автор, как Ролан Барт. В мифологиях есть одна из глав, посвященная автомобилю. На самом деле, думаю, что исчерпать тему психологического восприятия автомобиля вообще в принципе невозможно. Так как автомобиль это не просто техническое средство. Наряду с телевидением и интернетом это то, что радикальнейшим образом поменяло само мышление человека. То есть механическое, транспортное средство. Так все-таки, что мы видим на этой картине? Весь пейзаж закрывается огромной фотографией Volkswagen T1, более известного в народе как жук. Помимо фотографии автомобиля, занимающей едва ли не две трети полотна, мы видим также выполненное из пластика дерево. Дерево, указывающее не на природу, а на знак природы. Оно показывает, что автомобиль делает якобы возможны вылазки на воскресные ликвенды. На природу. Но это не сама природа. Это ее означающее. Это необходимое добавление к механическому устройству автомобиля. То есть две трети должны быть современными и автоматизированными. А одна треть должна отсылать к мифу об естественности, экологичности, натуральности. Машина нужна для путешествий и загородных прогулок. Так гласит этот миф. И даже название у нее отсылает к конкретному биологическому виду, чтобы все было естественно. Жук. Культ натурального на самом деле мог возникнуть только в двадцатом веке, когда вступают в силу симулякры третьего уровня. Заметьте, что животные любые, будь то кошки или собаки, за которыми легко можно наблюдать. Или дикие кошки, которых можно посмотреть в зоопарке. Если растереть перед ними целопан или картон, они лягут на него или на ту же самую машину, но не на землю. Хотя земля и естественная. Потому что для животного нет таких категорий. Для животного есть категории тех предметов, которые в наименьшей степени запачкают мышковку. А для человека категория естественного есть. И миф естественности возникает тогда, когда появляются симуляры третьего уровня. Тогда возникает культ природного, натурального. Для этого, естественно, никто природным и натуральным, и уж тем более ручным трудом привлечь покупателя не мог. Если что-то раскрашено вручную, значит, что она, скорее всего, раскрашена хуже, чем по большому способу. Всего 10 лет с момента написания Вестельманом этой работы, известный английский писатель Джеймс Баллард создает роман, который многие будут называть едва ли не самым провокационным произведением 20 века. Этот роман является одним из любимейших произведений Бадриера, к анализу которого он обращался. И он назывался «Автокатастрофа». Роман повествует о времени постсовременности, когда жизни человека уже практически ничто не угрожает. Человек ведет праздную жизнь, физический труд почти полностью заменили машину. И в такой ситуации описывается на самом деле, по сути, наше время. То есть человек, который ему не может угрожать голод ежедневный, ему не угрожают дикие звери, блуждающие рядом с нами, ему не угрожает миллионы болезней, потому что медицина все-таки функционирует. И в такой ситуации человек начинает поклоняться тому, что может его уничтожить. А именно автомобилю, а точнее автоаварии. Что делает автоавария? А. Дает возможность почувствовать, что ты живой. Нужно пройти по лезвию бритвы и едва не погибнуть. Только это и может намекнуть человеку, что он еще не полностью стал знаком самого себя. Что он еще хотя бы чуть-чуть является живым. А если он является живым, значит он является смертным. В 90-е годы этот роман был экранизирован, причем крупнейшим из ныне живущих кинорежиссеров Дэвидом Кроннбергом. Причем фильм стал едва ли не самой успешной лентой этого режиссера. Эпатажный, с предельно откровенной сексуальностью. Фильм демонстрирует культ автомобиля, а главное глубоко религиозную идею. Идею преклонения перед тем, что больше нас. И тем, что способно нас разрушить. Именно это и становится стержнем мистического переживания человека, слитым с сексуальным желанием. Такое трансцендентное чувство страха становится чем-то значительно большим, чем просто некая патология. Фильм не об отклонении. Он становится последней надеждой хоть на какое-то реальное переживание. Последним рубежом перед переходом в чистую категорию знака. Совершенно уникальная кинолента с Денорой Каррой Ангер в главной роли. И советую обратиться к ней так же, как и роман есть на русском языке. Это все доступно. Это к проблематике автомобиля. А теперь обратимся к и новому совсем жанру, к, возможно, одной из визитных карточек Весельмана, работе Ванна-3. На этом произведении настоящим оказывается абсолютно все, кроме девушки. Мы видим настоящую корзину для белья. Это прям корзин, это не рисунка. Настоящую дверь. Настоящий полотенцедержатель, ручку и даже полотенце. Настоящий коврик у ванны. Более того, мы видим настоящую шплоху и настоящий выключатель. Однако, чем мы ближе приближаемся к отморющейся в ванне женщине, тем все становится менее реальным. Самым же искусственным объектом на этой картине является сама владелец ванной комнаты. У нее лишь едва намечены первичные и вторичные половые признаки, а также виден цвет волос. Она, естественно, должна быть блондинкой. Также мы видим раскрашенные ногти и очертания губ и фигуры. Больше у нее нет ничего. Даже глаз. В эти же самые годы, в Париже, далеко от Соединенных Штатов, Жак Лакан учит о том, что взгляд другого превращает человека в объект. Взгляд пригваждает. Взгляд лишает самой возможности существования. Что никакого иного глаза, в кавычках, дурного, в кавычках, естественно, быть не может. Достаточно вспомнить, как мы анализировали с вами киноленту фильм Сэмуля Беккета, чтобы понять, что может значить такой взгляд. Однако, как мне кажется, Весельман хочет сказать нечто большее, чем просто психологическое осмысление сущности взгляда. Взгляда, падающего, заметьте, в самую интимную сферу человеческого бытия. Возможно, более интимную, чем сексуальные отношения. Так как эта сфера предполагает исключительно взгляд самого человека на себя. Сферу личной гигиены. Сферу уборной и ванной комнаты. Причем у Весельмана есть работы, где возникают и собственно, а унитаз и даже самая настоящая туалетная бумага. Вот здесь фотография девушки. А вот такая же девушка, как на первой ванной комнате. Здесь наличие туалетная бумага и настоящая калышка от унитаза. Но речь, как мне кажется, не об этом. А точнее, не только об этом. Но еще о том, что начиная с 20 века, а как это мыслилось раньше, мы этого уже никогда не узнаем. Так как мыслиться сейчас только в таких категориях. Так вот, начиная с 20 века, человек не только стал вещью в глазах другого. Это происходило всегда. Более того, Лакан приводит примеры уничтожающего взгляда, как раз анализируя библейский текст. Так вот, сейчас же человек не просто становится вещью в глазах другого. Он изо всех сил стремится стать этой вещью. Стать ей в максимальной степени. Стремиться стать знаком чего-то иного. Знаком не себя, но знаком чего-то для другого. Знаком успешности. Знаком сексапивности. Знаком генеральности. Знаком интеллектуальной развитости. Знаком физической крепости и здоровья. Знаком той или иной конфессии спортивной команды или политической партии. Знаком чего угодно, что полностью аннигилирует саму возможность быть реально увиденным другим. То есть увиденным по-настоящему. Это и ярко раскрашенные ногти на ногах. Причем без каких-либо признаков самого человека. То есть типизированный знак. Знак, который наносится лаком, который можно купить в любом магазине. Который должен привлечь взгляд другого, поймать его. И отвратить от возможности увидеть нас самих. Это привлечение взгляда, чтобы миновать взгляд. Это может быть и непосредственно половой орган. Как мужской, так и женский. Оказывающийся уже как бы за пределами его владельца. Оказывающийся самоценным. Так как сам человек ограничивает себя лишь отождествлением со своей сексуальностью. Со своей возможностью соответствовать мифическим стандартам. Причем стандартам другого. То есть ожиданием и желанием другого. Не для нас сами. Это могут быть и ярко раскрашенные губы. Естественно в них должна быть сигарета. И дым. Или вот такие губы. Или лучше всего вот такие. В данном случае это яркие, привлекающие взгляд знаки. Но могут ли эти знаки показать нас? Нет. Это знаки обобщенные. Это знаки, за которыми вы можете скрыться. Вас с ними не увидят. Причем парадокс в том и заключается, что выставляя себя на показ, выставляя себя условно говоря на продажу, в жизни, а теперь еще и в социальных сетях, мы на самом деле этим не только стремимся привлечь к себе внимание другого. Но и ускользая, бежим от этого внимания, переводя внимание другого на яркие знаки сексапильности, успешности, физического здоровья. Как опытный хирург при гангрене отсекает конечность, дабы спасти сам организм, так же и современный человек выставляет себя на показ, дабы спрятаться под этими знаками культуры. Найти свое сокровенное уединение. Уединение через максимально откровенную демонстрацию себя. Но демонстрацию только с одной стороны. Остальные же части при этом оказываются сокрытыми. Сознательны или нет, но они не есть, они не существуют для взгляда другого. Это только рад. Ничего другого мы не видим. Оно сокрыто. И таким образом в какой-то средний искусен. Обскрыт. И для того, чтобы передать эту другую, обратную сторону, эту тень взгляда другого, эту тень, которую отбрасывают эти типичные знаки, Версельман обращается к современным методам работы с материалом и с 80-х годов начинает работать с лазерной резкой по металлу. В интернете, как правило, можно увидеть невзрачные изображения этих работ, потому что по необъяснимой для меня причине считается, что их нужно так сфотографировать, чтобы тени от них не было видно. Что работа это сама по себе вот эта железяка. Вот. В таком случае не совсем ясен вопрос, а почему бы было просто не нарисовать на железе? И я вам покажу, как это выглядит в сети. Вот это одна из наиболее известных его работ. Рисунок из стали с фруктами, цветами и моникой 1986 года. Рисунок из стали, это так называл сам Версельман эту технику. А вот как она выглядит на самом деле. Здесь все видно, да? Тончайшие полосы это металл. Все, что мы видим за ними, это прорезанная работа, это прозрачно. И оно, естественно, отбрасывает тень, тень на стену. О, произведение в зависимости от того, как вы уходите, меняет тени. Так как точки освещения же находятся в неподвижной позиции, поэтому произведение оживает, произведение живет. И, конечно же, их нужно фотографировать так, чтобы эти тени были видны. Иначе это просто непонятно вообще, зачем эта техника нужна. О чем эта работа? У Ингмара Бергмана, известнейшего кинорежиссера, которого интеллектуалы обычно помещают в тройку самых известных в 20-м веке, Феллини, Бергман и Буниэль. Так вот, у него в киноленте Персона есть эпизод, в котором муж приезжает к своей супруге и не узнает ее, а обознается. Он показан слепым. Но на самом деле, как бы слепой человек не обознался. Слепой человек ориентируется не хуже нас, просто он по-другому это делает. Здесь имеется в виду слепота иного толка, слепота по существу, слепота аллегорическая. Дело в том, что для этого человека, как и для большинства из нас, его супруга оказывается лишь статусом. То есть ее лицо может быть любым. Это может быть любой человек. Но относиться он к нему не будет одинаково. Потому что важен статус. Отношение к любимому, отношение к родственникам старшего поколения, отношение к ребенку, отношение к начальнику и так далее. Оно будет строительным статусом. И так ведут себя большинство людей. Мы видим лишь статус. Примерно то же самое можно наблюдать на этой замечательной картине. Это столик с фруктами. То есть классический натюрморт европейского типа. И рядом на столе стоит фотография. Как можно предположить, это фотография либо возлюбленной, либо супруги. Такого-то мужчины. И что с этой фотографией не так? У нее нет лица. Более того, так как эта картина выполнена в технике лазерной вески, чисто теоретически мы можем предположить такую гипотетическую ситуацию, что кто-то встанет за ней и в качестве лица для этой фотографии может стать любой человек. Абсолютно любой. Это статус. В данном случае изображен статус некой идиллии, романтизированной идиллии, где к этому человеку относятся как обладающим ценностью. Кто там не имеет уже немалейшее значение. Есть и другие работы у Весельмана в этой же технике. Техника совершенно потрясающая. Я вам показывал в начале одну из его работ, где он держится с ее рукой. Видно, насколько это с одной стороны массивная, а с другой стороны ажурная. Конструкция. Совершенно потрясающая конструкция. В данном случае объединяются его знаменитые женщины из серии спальни, из серии ванная и лазерный резко. И вот еще одна работа. Очень тонкая, очень стильная. И опять же у женщины нет лица. Поразительно, но на самом деле вот такое бегство от реальности, бегство от взгляда другого через знаки, через модную прическу, через модную одежду, которую и мы же выбираем. То, что оно является сейчас красивым, это устанавливается не нами. Это бегство. Это привлечение взгляда через сокрытие взгляда, чтобы он точно упал не на нас, а упал на какую-то демонстрацию, на какую-то маску нас, на которую мы одеваем с этой целью. Такое бегство от взгляда другого на самом деле совсем не безопасно. Превращаясь в вещь во имя самозащиты, во имя сбережения чего-то самого ценного, чего мы не хотим показывать, причем осознанно или нет, в один прекрасный момент можно обнаружить, что мы срослись с этой маской, что этого самого ценного там больше уже нет. Что это и есть теперь наше лицо, вот это пустое лицо, или ведь раскрашенные ногти, и есть наше тело. В одной из лучших кинолент, иллюстрирующих эту ситуацию, иллюстрирующих проблематику нашего современного времени, в фильме «Версия 1.0» Джеффа Рэнфра показано, насколько разрушительной может быть пустота. Вот это пустота, пустота лица. В киноленте это представлено в виде пустых посылок, пустых ящиков, ничем не наполненных, которые должны быть заполнены, но они пустые. И вот это выставление себя на показ для взгляда другого, для того, чтобы сокрыть что-то, сокрыть какой-то последний рубеж себя от этого взгляда, в этой киноленте тоже, на мой взгляд, представлено на наиболее яркой, наиболее драматичной форме. Более того, именно в этом фильме, который на самом деле не очень раскручен, не очень известен широкой аудитории, я считаю, представлена одна из самых глубоких и самых трогательных постмодернистских цен признания в любви. Понятно, что такая категория, как любовь, то есть латана уже вовсе не интересует, да, это то слово, которое становится настолько широким, что именно в него и прокрадывается эта самая пустота, разрушающая все изнутри. Слово, которое не означает ничего. Ну, если человек может любить человека, там, зверушку, да, домашнюю, и банку куку-кулу, вот, и любимые телепередачи. Так что же оно, или Бога? Что же оно в итоге означает? Ничего. И в одной из сцен совершенно постмодернистски решенных это выдержано в таком духе апопатики, в духе отрицания. Главный герой говорит, я тебя не люблю, и ему отвечает, и я тебя тоже. Ну, по общему контексту мы отлично понимаем, что речь идет об обратном. Это не высказывание того, что человек не обманывает другого, он не говорит, что не любит, а на самом деле любит. Это утверждение, единственная возможная сейчас форма утверждения, единственная форма сказать о чем-то через отрицание этого. Потому что, по крайней мере, оно еще не растаскано по кусочкам. Эта форма еще остается доступна. Форма, которая в религиозной мысли называется апопатической. Форма утверждения Бога через отрицание его атрибутов. В 50-е и 60-е годы, как мы уже с вами разбирали, бегство в сексуальность, бегство в сексуальной революции, бегство в свою плоть, которое теперь, как мы уже опять же разбирали, нам не принадлежит воле, напряжение лежит взгляду другого. Так это было не просто бегством во имя раскрепощения, но и бегством намного более парадоксальным, бегством от, бегством от своего тела. бегством через уничтожение своего тела во взгляде другого. Так что подобный процесс весьма характерен для нашей эпохи, характерен для 80-х, 90-х годов, когда работал Весельман, характерен для киноленты версия 1.0, и в еще большей степени характерен для автокатастрофы Кроненберга. Это бегство в измерении последнего оплота, последний щит, который человек выставляет перед цифровой реальностью, перед реальностью машинного бинарного кода, перед реальностью означающего. Но на самом деле это бегство имело два следствия. Как в каких-нибудь современных телешоу, если у человека есть возможность обратиться к залу, дабы ему подсказали ту или иную информацию, которую он не знает, если он ей уже воспользовался, второй раз это сделать не удастся. Это уже невозможно. Обнажив последний предел себя, свое тело полностью, для взгляда другого, предоставив его другому, а человек лишается последнего щита перед цифровой реальностью. Да, на время это помогло, как и все предшествующие так называемые раскрепощения. Все эти раскрепощения были лишь отступлением перед схваткой с реальностью означающего, перед тем, чтобы просто превратиться в означивание самого себя. Теперь у нас этой возможности больше просто нет. Дальше сдирать речи, дальше мясо. И в данном случае, как человечество отреагирует на эту схватку, схватку, которая уже абсолютно неизбежна, схватка, которая заявлена гениально в названии этой ленты, как вы видите, 1-0, это цифры, которые входят в структуру бинарного кода, цифрового кода, либо единичек, либо 0, либо зачет, либо незначет, либо знает, либо не знает. И, естественно, человек, перешедший в эту реальность, перестает быть человеком, он не живет. Экзистенция его равна мулю. И, как называется, кстати, знаменитая кинолента Кроненберг, наверное, самый его известный фильм, это все-таки «Экзистенция», который как раз эту экзистенцию полностью разрушает. Там отличить компьютерную игру от реальности невозможно уже никаким образом. Мы не знаем, где она заканчивается. Симулятор работает не хуже, чем та симуляция реальности, которая есть у нас в мозге. Это тоже всего лишь симуляция реальности. Если научиться воссоздавать ее лучше, чем это делает наш мозг, отличить реальность от нереальности будет уже невозможно никаким образом. Если человек перейдет для удобного управления компьютерами, для удобной коммуникации с этими системами, к мышлению бинарного плана, к мышлению вопроса-ответного, то, конечно же, человек станет всего лишь императором компьютера. Человеку он уже не будет абсолютно точен. Он будет прилагаться к машине. Да, он, скорее всего, будет более успешно ее использовать, но является ли он деталью этого сверхкомпьютера или он его владельцем является? Скорее, деталью. Так что в данном случае проблематика, которую ставят по-своему, ставят Уорхал, ставят Весельман, это проблематика не 60-70-х годов. В Америке может это и так будет. А это проблематика нашей сегодняшней войны. Я бы даже не сказал, что, особенно с 80-х годов, а я показывал последние работы этого времени, Весельмана, что-то радикально применялось. Весельман застал и эпоху интернета. Он умер в 2004 году. Так что ничего принципиально нового с этого момента не произошло. Это искусство, несмотря на то, что оба автора уже их нет в живых, тем не менее искусство современное, в полном смысле этого слова. Оно современно нам. И, возможно, любопытно, и в той, и в другой ленте, которая вам рекомендовала на эту проблематику, главная роль играет Деда Лакара Ангель. Что тоже поднимает статус этих фильмов на определенный высокий уровень. Это все-таки очень хорошая актриса. Актриса с очень маленькой фильмографией. И, тем не менее, это очень высокий актерский фильм. Так что эти ленты я советую вам посмотреть. Эти ленты во многом дополняют ту проблематику, которую я вам показывал на примере живописных полотен. Ознакомиться советую и с автокатастрофой в виде литературного произведения. Баллах тоже не самая последняя фигура в 20 веке. По годам жизни тоже примерно, как в Тесвене. Ладно, не так давно скончался. Что же касательно дальнейших наших действий, то с королями Купатта мы бегло разобрались. Я не хочу перегружать их. Понятно, что у Орхова и у Весельмана огромное количество произведений. Произведения разные. Я показал то, что, на мой взгляд, является с одной стороны знаковым, с другой стороны, не с самой типичной стороны, я мог поговорить о творчестве. Прежде всего, Орхова, которую воспринимают исключительно через Мэрлин Монро. В данном случае, вот эту его знаменитую работу с Мэрлин Монро, можно увидеть сейчас даже в огромном количестве оформления интерьера. Она стала настолько известной, что ее увидеть можно едва ли не чаще, чем Монро Лизу. Но я хотел показать, что Орхова художник многогранный, равно как и Весельман, и что нельзя Весельмана свести исключительно к изображению отсутствующих фигур Ванны Роммати, а Орхова к консервным банкам с супом Кэмпо. Это все-таки художники крупного масштаба, и звание королей поп-арта они заслужили не просто так. В следующий же раз, то есть через семинар, мы поговорим о малых художниках данного направления. Они не столь известны в широкой аудитории, как Лихтенштейн и Весельман, но это очень крупные художники, а самое главное, что это художники ныне живущие. Это и Аллен Джонс, который выставляет проблему сексуализации искусства, несоизмеримо проблемней, ярче, я бы даже сказал, в каком-то смысле эпатажней, чем это делают естественный Морхол и даже Весельман. То есть Аллен Джонс, это очень эпатажная фигура. Он делает из людей, меня не простите, приморственности слова. Но это не из настоящих людей. Или Дэвид Хокни, которого сейчас считают самым востребованным, то есть самым успешным художником Британии. Хотя обе эти фигуры не совсем поп-арт. Они не вписываются полностью в это направление. Ну и из русских, по крайней мере, Янкелевского, это тоже живущий автор. С русскими авторами определенная проблема возникает. То есть как такового поп-арта в СССР, конечно, не было. Но то, что обычно у нас именуется русским концептуальным искусством, его можно на несколько блоков поделить. И вот определенные группы художников, концептуалистов, якобы, в некоторых своих полотнах, безусловно, представляют концепцию именно поп-арта. Даже, пожалуй, в большей степени, чем поп-артам, можно назвать Джаспера Джонсона. Прежде всего, Янкелевского, пару работ которого я покажу. Так что, в следующий раз вы готовитесь к семинару. Мы обсудим подробно работу Лакула Барта на Цескинге. Вот, вы обсудите. Через раз мы говорим о малом, о парте, после чего я освещу, наверное, всего два еще направления в этом круглогоде. Собственно, я хочу показать реалистическое искусство в 20 веке, его полное. Настоящее реалистическое искусство, то есть, самое мистическое, на самом деле, искусство. То есть, искусство, которое пытается изобразить то, что мы видим. Понимаете, что это невозможно никаким образом, потому что живопись работает с плоскостью. Но, террористическое искусство, это самое фантастическое искусство. И, наоборот, фантастическое искусство, покажу, которое отсылает наиболее проблемным зонам нашей современной реальности. Я хочу показать вплоть до таких авторов, пограничных уже. Непонятно, то ли это автор коммерческий, то ли автор высокой, эстетической культуры. Таких авторов, как Ганс Рудольф, Гиггер, который всего несколько лет назад, пару лет назад все шеи свернули вам с лестницы. То есть, это автор, недавно скончавшийся, в чем скончавшийся и не по старости. Это автор, создатель легендарного образа чужого для кинофильма, Летри Скотта. Субтитры создавал DimaTorzok